друзья привет я продолжаю гайд моду industrial крафт на версии 1.12.2 в этой серии поговорим про автоматизацию industrial крафта про взаимодействие моды industrial крафт с другими модификациями давайте я вам снова проведу небольшую экскурсию по своей базе как мы видим здесь у меня несколько механизмов из industrial крафта электрические печки дробилки экстракторы компрессоры формовщики металла настроен на выдавливание формовщики металла настроена на прокатку здесь у меня небольшой завод по производству хладагента про это я буду снимать отдельный ролик здесь у меня завод строительной пены которая необходима для производства укрепленного камня об этом тоже отдельно буду говорить как мы видим все здесь я автоматизировал с помощью applied energetics до через шины экспорта импорта через интерфейсы я далее буду подробно рассказывать о том как это все сделать как видим здесь у меня настроено все по 12 ускорителей везде стоит по 4 трансформатора улучшение выталкиватель чтобы в интерфейс все это выталкивать то есть помощью такого система я соответственно ресурс который на базу поступают перерабатываю произвожу что-то новое все автоматическом режиме далее здесь у меня завод утиля здесь из булыжника у меня производится утиль сырье которое потом поступает к производителю материя я произвожу материю и с помощью материя делал различные ресурсы в данном случае я вот себе произвожу уран который мне необходим для крафта солнечной панели а здесь у меня перерабатываются ресурсы которые поступают с квантовых карьеров из мода extra utilities я использую дробилку чтобы перерабатывать руду и пережаривать с помощью электропечки здесь уже знакомая система просто с загрузчиками и выталкивателями о которых я в прошлой серии говорил также вот я с помощью труб сюда тоже что-то передаю и откачиваю об этом тоже позже будем говорить также у меня на базе стоит загрузчик чанков который погружает территорию 5 на 5 чанков вокруг базы это необходимо для того чтобы когда я путешествовал по миру за пределами своей территории чанки на моей теле погружались фермы и заводы работали про загрузчик чанков у меня также будет отдельное видео на канале запитая свою базу с помощью квантовых солнечных панелей и с помощью сингулярной солнечной панели из модификации супер solar panels и advanced solar panels проявляются дополнениями к моду industrial craft о них также я буду снимать отдельный ролик и так вот я сделал небольшую экскурсию вам по своей базе давайте теперь перейдем к более детальному рассмотрению автоматизации моды industrial craft с помощью других модификаций и так самая базовая автоматизация какая только может быть это например с помощью воронок из ванильного майнкрафта например нас есть электрическая печка и мы хотим в нее подавать булыжник автоматически и забирать камень давайте соберем такую простую систему вот я с помощью воронок соответственно подаю сюда то что мне необходимо пожарить печки также с помощью воронок буду забирать результат переработки в другой сундук естественно все это можно сделать с помощью тех же самых загрузчиков и выталкиватель который мы рассматривали в прошлой серии но если допустим на начальном этапе у вас не хватает каких-то ресурсов для загрузчиков то можно рассмотреть такой вот вариант с воронками также industrial craft прекрасно взаимодействие модификациями в которых есть трубы такими как например эндер ио термо экспэншен экстра утилитис и так далее давайте рассмотрим пример автоматизации с помощью труб из эндер ио предположим что мы поставляем ресурсы из например разных источников да там не с какого-то одного сундука или одного места допустим одета там есть какая-то ферма где-то не знаю карьер который добывает ресурсы мы хотим по трубам сюда передавать наши ресурсы мы можем воспользоваться трубами из эндер ио также с помощью этих труб мы можем соответственно результат переработки куда-то откачивать предположим в одно направление мы хотим откачивать руды то есть слитки и так далее другое направление на стекло и так далее и так давайте настроим все эти трубы про эти трубы у меня также есть отдельный гайд на канале ищите гайд по моду эндер ио на версии 1.12.2 значит давайте положим сюда например булыжник и настроим трубы на извлечение здесь тоже переключаем на вставку и вот у нас булыжник поехал электрическую печку далее результат переработки мы можем забрать с помощью этих труб допустим вот в этот сундук при желании можем там фильтры поставить и так далее чтобы в разной сундуке разные ресурсы распределялись как мы видим то есть нет по сути разницы с какой стороны нам подавать ресурсы из какой стороны забирать здесь все произвольно также давайте вам продемонстрирую как industrial craft взаимодействует с трубами из модификация extra utilities и так я установил утилизатор у него поступает булыжник с нашего завода булыжника с помощью таких вот нот из extra utilities ставим сюда панельку у нас пошло производство утиль саре которым также можем использовать например для производства материи либо для удобрения либо там производить коробки с утилем чтобы из них какие-то редкие ресурсы выбивать итак давайте наконец рассмотрим как можно автоматизировать industrial craft с помощью оплате энергетикса то есть помощью моей системы по плате энергетикса на версии 122 меня также скоро выйдет гайд поэтому рекомендую подписаться нажать колокольчик чтобы эти гайды не пропустить и так предположим у нас есть дробилка и мы хотим ее автоматизировать для начала мы можем просто с помощью шин экспорта и импорта подавать ресурсы и забирать их причем опять же сторона спадка с которой мы ставим шины не имеет никакого абсолютно значения давайте в шине экспорта укажем чтобы сюда поступал булыжник и вот пожалуйста у нас булыжник сюда поступает через шины экспорта и будет перерабатываться песок песок у нас произвелся и забрался назад в мою систему с помощью такой вот шины импорта вот у нас песок в моей системе появился также автоматизировать дробилку можно таким образом чтобы кафт происходил по нашей команде то есть автокрафтом для этого нам потребуется мой интерфейс ставим с любой стороны я поставлю его сверху соединяем с нашей системой далее здесь нужно будет указать шаблон для крафта давайте его запишем переключаемся в такой вот режим здесь указываем что нам нужно из одного булыжника производить один песок записываем этот шаблон и кладем в мой интерфейс теперь наша моя система знает что если она в этот механизм будет подавать через мой интерфейс булыжник назад она будет получать песок откачивать результат крафта также можно с помощью шин импорта давайте запустим крафт видим что у нас дробитель поступило 10 булыжника сейчас он будет перерабатываться в песок и далее он с помощью шин импорта забирается назад систему однако вместо шин импорта также можно использовать выталкиватель рекомендую также выталкиватель настраивать на конкретное направление чтобы они случайно не толкнули результат крафта в какой другой механизм например вот в эту солнечную панель вот так вот настраиваем чтобы именно вверх выталкивала кладем и все теперь у нас ресурсы когда производится будет выталкиваться назад мой интерфейс то только с помощью интерфейса полностью автоматизировали эту дробилку естественно таким же образом можно автоматизировать и печки компрессоры и так далее это я уже ранее показывал начале ролика на примере своей базы и так в этом ролике показал основные способы автоматизации даст 3 крафта с помощью других модификаций следующих сериях я буду рассказывать про производство материя про доменную печь рула буровые установки поэтому рекомендую поставить лайк под этим видео подписаться и нажать на колокольчик чтобы новую не пропускать если вам понравилось рекомендуйте друзьям комментариях пишите свои замечания жду вас в следующих сериях пока